Дорогие друзья, мы переходим с вами к изучению самого длинного псалма в псалтыре. Один этот псалом составляет целую кофизму. Традиционно замечу, что наши беседы проходят в Срединской духовной семинарии и записываются порталом экзогет.ру. Псалом 118. Он написан акростихом. 176 его стихов разделены на 22 раздела, каждый из которых состоит из восьми строк. Каждая строка в первых восьми стихах, вторых восьми стихах, третьих восьми стихах начинается с соответствующей буквы еврейского алфавита. Итак, первый раздел начинается с алиф, второй раздел с бет, третий раздел с гемель, далит и так далее. До конца, до последней 22 буквы еврейского алфавита. Итак, в псалме 22 раздела. Ну а теперь рассмотрим подробнее каждый из 22 разделов псалма в контексте тех букв еврейского алфавита, которые служат началом для каждых следующих восьми строк очередного раздела. Четвертый раздел соответствует букве далит, 25-й, 32-й стихи. Эти стихи близки по смыслу к предыдущему разделу. Первые слова описывают тяжелое положение псалмопевца. Его душа повержена в прах. Буквально прах, слово обозначенное в 25-м стихе, это сухая пыль с поверхности земли, грязь. Но в переносном значении это слово может обозначать могилу, царство мертвых. Под воздействием скорби автор псалма словно приблизился к смерти, но при этом он одежды не потерял. С одной стороны, душа его повержена в прах, или если буквально перевести, прилепилась, приклеилась к праху. С другой стороны, его разум прилепился к откровениям Божиим. 31-й стих, сравните с 25-м. Там стоит одно и то же слово в исходном тексте. Псалмопевец знает, что тот, кто слушает голос Бога своего и прилепился к нему, тому светит жизнь и долгота дней, чтобы пребывать на земле, которую Господь склятвой обещал дать Аврааму, Исааку и Иакову. У псалмопевца, видимо, был выбор, с кем дружить и с освещаться. Но он не захотел стать на пути лжи. 29-й стих, а избрал путь истины. 30-й стих, потому что поставил пред глазами суд Божий. Слово Божие оживляет его и укрепляет. Он уже получал ответ на свои молитвы. Но этого ему мало. Он хочет продолжение беседы с Богом, он стремится к расширению познания Его. Завершается данный раздел пожеланием расширить познание о Боге через исполнение Его заповедей. Это познание связано не только с получением новой пищи для интеллекта, но и с новым духовным опытом, насыщением души Божьими утешениями. Говоря о расширении границ познания Творца, псалмопевец вместо слова «ум» употребляет в 32-м стихе понятие «сердце», подчеркивая тем самым, что морально подавленному человеку недостаточно новой информации о Боге. Он жаждет свежей жизненной силы, которая родит новую мысль и даст импульс бороться за жизнь, сбросить оковы печали с его души и тем самым даст простор его сердцу». 29-30 стихе «Два пути. Путь лжи и путь истины». Вот в этой антиномии есть два жизненных пути. Путь жизни, путь смерти. Строится богословие и литература мудрости, особенно книги-притчи. К этому мы еще вернемся, а пока мы видим первую предпосылку для размышлений на эту тему у автора данного псалма. Третьего не дано — жизнь или смерть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова